И снова! Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Троув в 2016 году, дорогие друзья! Что же я могу сказать? Я могу сказать, что очень многие ребята на моём канале, которые когда-то подписывались на Троув, очень просят меня, чтобы я снова поснимал игру, посмотрел на неё, посмотрел на её особенности в этом году, что же здесь наводили, наизменяли и так далее. Ну и, естественно, я посвящу ребят, которые не знакомы с этой игрой, соответственно, с продуктом. Я её давным-давно не снимал, но когда-то снимал большое количество видео по ней. Это, ребята, не Майнкрафт, сразу говорю. Стилизация здесь кубическая, да, но это вовсе не Майнкрафт, это ММО. Кстати, одна из самых приятных ММО, на мой взгляд, нашего поколения, потому что играть в неё реально очень приятно и интересно. А о чём же это ММО? Во-первых, это ММО с воксельным миром, где абсолютно всё разрушается. Прямо сейчас мы находимся в тронном зале моего замка. Как бы это по ЧСВшному не звучало. Кстати, у меня вот трон... Да, не обращайте внимания, в общем, ЧСВ здесь никакого нет. Просто трон, на котором я езжу, это мой тронный зал, в общем. Это, ребята, мой дом, который я строил сам. Кубик за кубиком, ребята. Да, я могу здесь всё разрушить в режиме строительства. Например, вот у меня сейчас внизу идёт строительство под троном. Так, здесь у меня порталы. Вот, я сейчас достраиваю. Видите, как я удачно встал, соответственно, своим замком. Что у меня выход идёт сразу в шахту под домом. Специально так сделал. Вот таким образом я могу убирать какие-то кубы, ставить тут же кубы могу, например. И делать всё, что хочу. Потому что это, в принципе, воксельный разрушаемый мир. Даже здесь вот в шахте мы сейчас находимся глубоко... Ух ты, чё это? Куда это мы прорылись? Ух ты. Глэшел шарды. Посмотрите, набираем просто на изи, ребята. Да. Сейчас я соберу здесь немножечко. Это не Майнкрафт, ребята. Не смотрите на то, что я копаю, как бы, вопреки мнению чему-либо. В общем, ММО с различными классами, возможностями, обилками и так далее. Прямо сейчас я играю, кстати, за новый класс. Это танк. Называется Ревенант. Вот. Захотел его посмотреть, немножко попрокачивать, значит. У Ревенанта есть несколько способностей. Удар щитом. Вот такие вот копья, которые херачат тебя, когда ты используешь эту обилку. Второе. Это вот такая вот адская буря, которая ауежет и, соответственно, всех дамажит. На шифт мы можем ездить на щите. Это, грубо говоря, перекат. Ну и, соответственно, всё прочее. В игре присутствуют маунты, лодки, корабли, крылья. Даже крылья, на которых ты можешь летать. Смотрите, вот так вот. Опа. Но это когда у тебя есть определённый ранг мастерства. Очень приятная игруха. Я хотел бы посмотреть как раз вот на неё сейчас с вами в 2016-м. И рассказать подробнее для тех ребят, которые вообще не знакомы с проектом. Во-первых, она бесплатная, но существуют плюшки для донатеров, естественно. Либо для тех, кто много задрачивает. Ты можешь добиваться тех же успехов, что и донатеры, в принципе. Но за большое количество, за большее количество времени. Итак, есть, значит, предметы. Шапочка, оружие, лицо, кольцо. Мой пиздюк. Вот этот вот пиздюк, видите? Это мой пэт. Он со мной ходит. У каждого пэта есть свои обилочки. Далее. В игре интересная кастомизация. То есть, допустим, если я выбил какую-то шапку, но мне не нравится, как она выглядит. Я могу, благодаря тому, что отсканировал, то есть разбирал предметы, которые выбивал, взять их скин, ребята. В этом очень круто. То есть, ты где-то выбиваешь какие-то определенные скины, и ты можешь в любой момент, соответственно, поставить любой, допустим, скин, на который ты хотел. Например, вот у меня копье, да, есть. Я хочу вот такой вот, чтобы оно вот так вот выглядело. И таким образом можешь подбирать. Есть кастомизация лица также. Есть, ну, в общем, очень много всего. Кастомизация каждого предмета. Маски тоже и прочее, прочее. Крафты маунтов, драконы всякие разные. Различные испытания, челленджи, вызовы в игре. Все это присутствует. Давайте мы сейчас посмотрим с вами боевую систему. Здесь у меня вот, вот он мой замок. Ребята, который я когда-то строил давным-давно, когда еще снимал. Сейчас я его немножечко переделываю. Не знаю, как он будет выглядеть в будущем. Но здесь у меня находится абсолютно все, что нужно для того, чтобы развиваться в игре. Здесь у меня ченджер классов. Кстати, классов в игре, да, я говорю, абсолютное множество. Здесь есть неновые, ниндзя всякие, драколиты, бумерангеры, стрелковые классы. Классы чисто маги, призывальщики и прочее, прочее. Здесь мы можем переделать себе лицо. Вот у меня сейчас стоит лицо дракон. Я могу сделать любого, соответственно, своего вида. Дракон, например, вот черная морда. Но мне больше подходит вот это, потому что она больше подходит к скину моего персонажа. Хотя вот это тоже классно, кстати, смотрится. Вот дракон. Зомби, типы, да, без головы. И это леди. Ну, в общем, как вы видите, кастомизация присутствует, ребята. Давайте оставим вот таким вот образом. Все на мне шапочка. Значит, давайте сейчас мы нырнем с вами в портал, который больше подходит моему уровню. Порталы крафтятся. А, да, система крафтинга, ребята. В игре можно разбирать предметы на определенные ресурсы. Вот, например, у меня вот здесь есть ресурсы, да, которые я складываю в общий свой стэш. В игре есть лут коллектор, который как раз так вот это вот нужно посадить вот сюда. А лут коллектор, который разбирает предметы, достает из них скины и разбирает их на ресурсы, соответственно. Есть различные кузни для улучшения предметов. Например, хочу пику улучшить. Требуется, например, мне... Что там у нас получается? Требуется у нас флюксы. Нажимаю апгрейд. Трачу по 100 флюкса, но могу увеличить свою физическую дэмэдж своего копья. Все, ребята, потратил много флюкса, соответственно, и получил себе улучшенное копье. Соответственно, стал посильнее. А есть вот новость крафтинг-бенч. Это крафтинг-бенч новичка, да? Адвенчур крафтинг-бенч. Здесь мы можем крафтить маунтов, разные профессии, руны крафтить. Садоводством заниматься можно, застраивать свой дом. Ну, в общем, очень много, очень много, ребята, возможностей в игре. Игра ММОшка вообще одна из самых приятных по геймплею. Я вам расскажу, почему. Ну, во-первых, она... Я бы не сказал... Ты что, блин, в мой дом пришел, что ли? Бомжара! Вот так вот. Ой, еще и что-то выпали. Выбил маску, ребята. У меня такая есть, интересно? Давайте мы ее разберем, сразу покажу вам. Да, видите, у меня этого скинчика нет. Получаю новый скинчик и, соответственно, 5 флюксы, ребята. Все отлично. ММОшка приятная, потому что здесь очень приятные геймплеи, обилки и так далее. Когда я играл когда-то, когда-то в лохматых годах... Да ладно, год назад. Вот. Здесь не было ПВП. Сейчас введена система ПВП. 5 на 5 Capture Flag. Это единственное, пока что я нашел. Поэтому можно даже по ПВПшиться. Идем вот в этот Uber. Uber 3. Это как раз подходящий Uber для моего уровня персонажей. И сейчас я покажу вам, как работает прокачка. В игре присутствуют челленджи, всякие темные башни, темные арены, испытания и прочее-прочее. Так, сейчас мне нужно в Кондории. В Кондории, ребята, да? Мне нужно сейчас попасть в Кондорию каким-то образом. Здесь есть Кондория у нас? А здесь Кондории-то и нет, походу, на этой карте. Да, а нет, вон она. Или нет, это Кондория? Нет, это не Кондория. Ну, в общем, в Кондории мне нужно выполнить подземелье, ребята. Вот это Desert Frontier. А, в любом случае, такой вот челлендж. Так, тихо. Сейчас вот это вот соберу. Иди нахер отсюда, иди нахер отсюда. Идем вот сюда. Существует огромная система генерации как раз подземелий и прочего-прочего в игре. То есть, вот, например, мы сейчас врываемся в подземелье, чтобы найти и убить, соответственно, коварного босса Ванючку, который здесь где-то обитает. Вот, вот его обиталище, вот он сам босс. Давайте даем АОЕшечку. И начинаем его нахерачивать. Где ты, бомжары? Вот так вот. Прокидываем, там еще кто-то помимо нас, ребята. Воюет. Надо вот этого вот дракошу, ребята, уработать, видите. Вот так вот. Получим сундук, убьем босса. Вот он, вот он, вот он, консаненький. Так, хорошо. Забираем масочку. Где сам портал к боссу, ребята? Эта башня еще не зачищена. Здесь должен быть портал к самому басяцкому. Выбираемся через дырочку. Смотрим. Ага! Вот он и босс, видите. Это внизу были приспешники. Давайте нахерачивать их, дорогие друзья. Абсолютно и плотно. У меня персонаж хилится от удара. Поэтому, ну, очень классный танк. Мне очень понравился. Давайте дадим АОЕшечку. Разгребем ему имбальничек. Такой вот кактус. Хорошо. Здесь он нам немножечко дал. Выпадает каждый раз вот такой сундук. И, соответственно, ты лутаешь какие-то определенные вещи. Посмотрите, у меня тоже вот новый скинчик. Далее. Сундучок с гемами. Сундучки с гемами содержат различные рандомные гемы, которые улучшают твоего персонажа. Тоже, по-моему, этого не было, когда я играл. Здесь воздушный гем, водный и фаер гем. На каждом уровне класса ты можешь, соответственно, вставлять и улучшать своего персонажа. В общем, очень много всего наводили. Мы с вами сейчас уничтожили одного, соответственно, негодяя. И можно двигаться дальше. Но лучше, конечно, выполнять челлендж в Кандарии. Давайте посмотрим, где-то у нас в Кандарии. По-моему, я вижу. По-моему, я вижу или не вижу. Нет. Давайте пробежимся. Пролетим вон туда, вон подальше. Там вон... А, вон она! Конфетка моя! Конфетка моя справа влево. Маленькое-маленькое очень место. Давайте в Кандарию полетим, чтобы у нас выполнять челлендж справа. Значит, да, как я и говорил. Боссы, порталы и прочее, все это генерируется. Можно иногда даже не найти вход в определенное подземелье. Ну, наверное, если ты игрок опытный, ты всегда найдешь вход в определенное подземелье. И у тебя с этим никогда не возникнет проблем. А также подразделяются классы на различные... Как бы на различные профессии, скажем так, при фарме. Потому что на фарме большого уровня можно посчитать, что игра детская, но она ни хрена не детская. Потому что здесь испытания, задания и так далее довольно взрослые, скажем так. Если пати затупила, то как в любой ММО, например, да, тебе могут дать звездюлей. И это будет неправильно. То есть, если пати сильная, конечно, то у вас все будет хорошо, все прекрасно. Есть также гильдии, кланы. У каждого клана может быть свой дом. Свое место, где они могут строить себе базу. Называется Club World. Соответственно, ну, приходить там, расстраивать какие-нибудь красивые замки и прочее, прочее. Все это тоже в игре присутствует. Есть... Да, блин, много чего в игре есть, я даже не знаю. Это очень тяжело, конечно, описать вот так вот тем ребятам, которые абсолютно незнакомы. Стилизация, кстати, довольно классная. Многие как-то даже пытались сравнивать это с Майнкрафтом. Но, ребята, может быть, общая есть, да, что здесь кубическое все. И есть генерация, да, все генерируется. Да, я согласен, можно сравнить как-то с Майнкрафтом. Также добываешь ресурсы и прочее. Но все-таки это больше ММО. То есть, ну, ММО именно в ее понимании, с классами ММО-РПГ. Потому что здесь есть классы, обилки, способности и прочее. Вот мы сейчас в Кандаре ни хрена не выполним, потому что... А у меня даже челлендж пропал. Потому что, ребята, мы не успели. Давайте профармим вот здесь. Вон там вон босс в глобусе, смотрите. Смотрите, видите, сучонок там. Сейчас я его выпилю нахер оттуда. Иди сюда, говно. Иди сюда. Иди сюда, боссяра, в глобусе. Спрятался, сука, думал? Не тут-то был, а я тут пришел. Так, хорошо. Давайте накидаем его, посмотрим, что с него выпадет. Убить Смолдерин Дрэгон. Видите, у меня задание появилось справа. Но это потому что я в этом подземелье. Накидываем, накидываем Дракончику. И Дракончик, соответственно, падает. Обессиленный. Выпадает какая-то херня. Забираем здесь. Забираем вот так и смотрим. Хм-хм-хм. Ну и ничего такого прямо суперинтересного. О, золотая душа, ребята, выпала. Ничего такого суперинтересного нам не дали. Давайте я вам покажу сейчас клубный мир. Игра, кстати, да, гринделка. То есть здесь надо много фармить. И чем ты сильнее, тем ты быстрее все фармишь. Тем интереснее, соответственно. Качественнее, продуктивнее и прочее. Есть Magic Find, такой параметр, как во многих ММО. То есть поиск магических вещей. Может быть, левелок доберем? А, хотя левелок мы сейчас, я знаю, где доберем. Давайте я покажу. У меня есть два клубных мира. Это Shimoro Band и Shimoro Army. Я здесь один, потому что давно не играл, в принципе. Ребята даже не знают, что я как бы решил сделать обзор. Раньше, конечно, много у нас ребят пытались поиграть с нами в нашем мире. Это наш мир. Вот он. Здесь мы немножечко с NoFix херней пострадали. Построили говнецо. Давайте я покажу вам, что такое Shadow Arena. Я был удивлен, когда вернулся в игру. Ой, забыл. Забыл забрать. Эй! Где мой Shadow Portal? Он был здесь! Господи! 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 Ладно, не волнуйся. Не очкуй так. Что ты начинаешь-то, блин? Так, стопэ, ребята. Я, видимо, потерял темный портал. Я его думал, что забрал. Но я его не забрал. Там еще сынок загавкал. Давайте я сейчас заберу быстро Shadow Portal. И покажу вам, что такое Shadow Arena. Это такие арены с испытанием. Их можно проходить как в одиночку, так и с другом. Давайте я сейчас скрафчу темный портал. И как раз покажу вам, как это работает. Так, где-то у меня здесь было. Adventure Crafting Bench. Shadow. Вот он, Shadow Portal. Он ставится только в мире. Трайба. Грубо говоря, в мире гильдии. Переходим обратно. Поставим сейчас Shadow Portal. И пойдем как раз за флюксы. Там оплачивается вход флюксами. Ты можешь попасть... Флюкс такой ресурс. Ты можешь попасть, соответственно, куда тебе надо. Идем вот сюда. Ставим его. У меня открыт только один Shadow Tower. Я не проходил дальше. И чем больше ты уровней Shadow Tower проходишь, тем больше у тебя Shadow Portal открывается. Ну, давайте откроем. Раньше, насколько я понимаю, в Shadow Portal можно было входить только... Эй, игра, включи. А, не лагай, все нормально. Можно было входить только посредством Shadow ключа. Я не знаю, сейчас-то так или нет. Или, может быть, я что-то перепутал. Shadow ключ тогда не требовался. Ты мог и так это сделать. В принципе, хрен его знает. Но сейчас мы будем проходить с вами испытания на нормальном уровне сложности. Что у меня там? О, кубитики. Кубитики пришли. Идем вот сюда. Это начало испытания. После того, как я активирую вот этот вот портальчик, да, соответственно, на меня будут наступать волны. Моя задача их отбить и не сдохнуть. Если я сдохну, у меня теряется параметр Magic Find. Поиск магических вещей. И, соответственно, мне будет очень плохо. То есть, мне не будут падать больше крутые вещи. Здесь я обычно вот так вот собираю в кучку, подхиливаюсь немножко и, соответственно, на изи прохожу первую волну. У меня персонаж довольно нормальный для именно этого типа Shadow Portal, ребят. Довольно все-то изи проходится. Я особо... Я особо не страдаю здесь. О, правая кнопка мыши у меня самая сильная. А чё они такие сильные стали? Э, слышь? Говнорки, а чё вы такие мощные? Ред, смотрите, чё-то они как-то даже не дамажатся у меня. Давай, давай, накидывай, братан. Да-а-а, долго-долго. Ну, у меня маленький, в принципе, и левил. А, персонаж, точнее. Давайте поауешем, сейчас придёт новая волна. Вот она, новая волна. Видите, накидываются сразу, накидываются, гады-вонючки. Прокидываем их сейчас. Ещё одна волна пойдёт. Где ещё одна волна? Эй! Вот этот мне здесь не нужен. Вот этот вот маленький... Пиздюк, давай-давай, ходи со мной рядом. Охраняй меня, пиздюк мой. Так, хорошо. Ещё одна волна, и скоро пойдёт сам босс. Босс конкретно вот этой вот арены. Накидываем, накидываем им. Хорошо, неплохо так прокидываем вот этим тортиком. Стилизация здесь, конечно, угарная. Поугарать можно над многими вещами. Так, тихо. Ага, и вот он будет. Смотрите, какая его вонючка огромная. Давай, говнор! Давай, покажи мне свой лучший удар! Давай! Ну, в принципе, его можно даже с единичкой убивать. Вот так вот делаю копья. Прохиливаюсь немножко. Прожимаю двоечку. Чё ты не прохиливаешься? Так, прохиливаюсь. Снова даю копья. Ждём Маус 2. Даю сильный удар. И скоро он уже сдохнет, ребята. Да, сдохнет? Ну, давай. Давай, всё. GG. После прохождения такого челленджа тебе выдается определённый сундучок. Вот такой вот. В котором ты можешь получить какие-то вещи. Ну, вещи здесь, скажем так, мягко говоря, не очень падают. То есть, обычные вещи проще фармить, наверное, подземелье. Но это всё-таки нормал левел. Давайте я вот сюда вот пройду. Сейчас вот здесь вот всё разобью. На ресурсы. И, соответственно, получил даже два скина. Я могу пройти второй раз это испытание. Но я сейчас пойду в город. И мы с вами посмотрим на PvP. Насколько я понимаю, PvP в игре сбалансировано. Ну, пытается быть сбалансированным. Не знаю точно. Но когда ты заходишь вот сюда вот. Есть такая аренка. Когда набирается команда определённая. Все приравниваются к одному уровню, что ли. Как это сказать? Вот. Prepare for battle. Всё. У нас набралась команда, друзья. Через 9, 8, 7. Нам нужно здесь захватывать флаг и приносить на свою базу. После этого нам даются определённые очки. И мы можем выбивать здесь сундуки. Раньше PvP не было вообще в игре. Поэтому сейчас это довольно интересно. Вот это наш флаг. Его нужно охранять. И вон там находится вражеский флаг. Здесь, наверное, сейчас звездячек нам накидают, не? Лучники в PvP довольно классно так рулят. Опа! На тебе говно. Эх, прохилочка не работает. Уходи, маленький. Давай, я танчу, пацаны. Захилочка пошла, ребята. Захилочка пошла. Идём дальше. Видите, тауры стреляют рандомно. Так, наша задача забрать вражеский флаг команды сейчас. Так, вопросики. У нас есть ускорение бега. Давай! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, меня напрокидывают, ребята. Жесть какая. Ой-ой-ой, флаг! Флаг же! Да, забрал флаг! Блин! Убил пацана, ребята. Надо было флаг забрать и донести обратно. Чёрт подери. Вот это замесы. Вот это замесы, дорогие друзья. Наша команда абсолютно не работает. Забирайте флаги у них. Ребята, вы видели, да? Я вырубил пацана с флагом. Всё-таки догнал его. Но, к сожалению, вражеская команда опередила. Ладно, побежали дальше. Побежали дальше. У нас есть, в принципе, ускорение. Давайте его заюзаем. Берём ещё один. Хилочка есть, ребята, на кьюшечку. Видите? Рандомные вот эти вопросы берёшь. И, блин, у них счёт. Так, замедление пошло, ребята. Хилочка есть. Прокидываем пацана. Хорошо, говнаря убили. Смотрим, кто здесь у нас. О-о-о! А чё ты развалился, говно-то? Так, идём сюда. Ухожу. Ухожу. Сори. Был неправ. А-а-а! Чёрт подери, да заберите его. У меня уже три убийства, ребята. Но вражеская команда сейчас забирает наши флажки, ребята. Наша команда абсолютно не работает. Не знаю, в чём дело. Мы же за красных. А мы за синих вообще играем, ребята. 1-0 счёт, видите? Ну, может, мне пробираться? Давайте я сейчас возьму, ребята, рандомную обилочку и попробую пробраться к противнику, ребята. Да, наши все разваливаются. Под щитом заберём. Они там охраняют, флаги уносят у нас. Где наши-то? А, наши там все бьются. Эй, да ты чё, блин? What the fuck? Давай, говнарь. Давайте. Давайте, бейте меня все. Где наши? Помогите, бля. Я не могу так. Я не могу так сосредоточиться. Где наши говнари-то? Мне поджопников дают. Пацаны. Хилочка пошла. Разбираем, разбираем, разбираем. Чёрт подери! Так и знал, так и знал, что команду раков, блин, попаду. Ёлки-палки. Ладно, давайте пробовать тащить. Вон, 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 вон. Гравикат, ребята, подбирает флаг вражеской команды сейчас. Нужно как-то подсаппортить. 5 уже! 5-0 счёт! Ну, что ж такое-то, а? Вот это матчмейкинг. Разрывают нас, ребята. Ой-ой-ой, здесь какая-то дичь огромная. Как его побеждать? Как его побеждать? Нихера себе говнарь! Ребята, смотрите, он неубиваемый! Вот про этот баланс я вам и говорил, что баланса здесь по факту нет. То есть его вообще практически нереально прокоцать было. Вы видели, сколько у него хп, ребят? Поэтому он всех валит. Посмотрите, он один просто бегает и всех уничтожает. Вонючка, вонючая. Ну, давай! Ниндзя, неоновый! Так, забрали, пацаны. Идём дальше. Они пытаются добраться до флага. Пойдём, пойдём, пойдём. Пойдём, пойдём, ребята! Так, забрали. Отходим. Забираем. Хилимся. Хилочка пошла, хорошо. Вот сюда, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну! Ну, помогите! Подсаппортите! Господи, у меня 4 фрага, ребята. Я вроде бы нормально по фрагам, но мы не можем добраться до вражеской команды противника. Ой-ой-ой-ой-ой. 54 секунды остаётся. Счёт 8-0, дорогие друзья. Не повезло мне на каточке. Не повезло. Ситимэй, мне интересно, а можно в пати, интересно, гонять? Но зато посмотрели пвп. Пвп довольно динамичное. Когда ты любишь играть за какой-то определённый класс, как бы, мне кажется, довольно круто получается. Вы видите, чё творится? Не, ну вы видите, чё творится? Они просто нас... Где хилочка? Захильте меня, пожалуйста. У них там всякие обилочки. Тут драконы у нас, получается, летают вовсю. Ну же! Прокидочку! Прокидочку, ребят! Не, мы просто на базе держимся. Нас как... Вот этот, вот этот вообще мощный, ребята, посмотрите. Вот, вот, смотрите, он меня пытается забав... Он просто, смотрите, он неубиваемый, ребята! У него вообще хп не тратится. Ну, конечно, мы проиграем таким методом, блин. Сучки, вонючки. Ну, ладно, ничего страшного. Для обзорчика пвп, как бы, довольно интересно. Но зато, ух ты, я батл левел получил хорош, потому что убивал, видимо. Ну, вот такое здесь несбалансированное пвп, дорогие друзья, как вы видите. Один пацан просто прижал всю нашу команду к базе. Ну, у него, видимо, большой. Так вот, дорогие друзья. Так, пвп показали. Эти показали. Ну, в принципе, в принципе, много чего я вам показал, много чего рассказал. В игре есть различные драконы, которых можно выращивать, вскармливать. На них летать. То есть, маунты бывают разные. Не только вот кресла, как у меня. Есть всякие кошечки. Есть раптор из... Из... Из арка. Пожалуйста. Ну, и, соответственно, ты вот так вот живешь, развиваешься, строишь дом, копишь ресурсы, фармишь. Ну, грубо говоря, как в любой ММО. Такой вот у нас обзор получается на Троф 2016. Если вы хотите еще Троф, не стесняйтесь об этом написать. Посмотрите, это чей-то дом. А, это место, где драконы как раз ты покупаешь. За монетки, да. Дома выстраиваются вот здесь. Да, не стесняйтесь написать, если вы хотите еще Троф. Может быть, какие-нибудь испытания, еще что-нибудь. Грубо говоря, в любом случае, для тех, кто очень хотел от меня Троф, я вам... Я показал, да. Поиграл немножечко, посмотрел. Все так же интересно остается, но на эту игру нужно... Ой, костер. Давайте костер здесь разожжем. Эй. Костерок, поставься. Костерок, ну ты должен поставиться. Почему костерок не ставится? Подождите, что у меня такое? Хм. Это очень странно. Костер почему-то не ставится у нас внизу. Хотя должен был по-нормальному поставиться. У меня же есть костер? Во. Да, вот здесь я сейчас дорываю как раз себе нижний этаж. Не знаю, что здесь будет. Кстати, крафтятся абсолютно все элементы декора. То есть, вот это вот все, например, да? Картинки там, вот эти вот фонари. Это все я крафтил. То есть, ты можешь украшать свой дом как тебе угодно абсолютно. То есть, в этом ограничений нет. Да, ребята, спасибо вам огромное за ваш лайк, за просмотр. Это был Троуф, обзор 2016 года на нашем канале. Соответственно, спасибо всем. Всем пока, желаю вам удачи и успехов во всем. Увидимся на новом видео. У-ху!